Вот в последние годы в связи с бурным развитием горнометаллургического сектора, в связи с тем, что реализуется индустриально-национальная программа, появились новые совершенно точки роста в стране, инвесторы стали совершенно по-другому смотреть на Казахстан. Мы поняли, что нужно законодательство менять. Тем более, что, понимаете, закон о недропользовании, он был написан и для, и введен в действие нефтяников, и для горнометаллургического сектора. В мировой практике, как правило, эти законодательства разведены, поскольку чисто производственная специфика требует, чтобы для каждой из этих крупных отраслей должны быть свои особенности, реализованные в законодательстве. Мы уже разработали концепцию, и будем презентовать его представителям горнометаллургического сектора, правительству, с тем, чтобы правительство, поддержав нас, смогло в 2013 году внести в парламент, и чтобы мы получили горный кодекс. Это очень важно для того, чтобы активизировать очень многие прогрессивные такие процессы в нашем секторе, связанные с инновациями, связанные с инвестициями, связанные с привлечением туда трудовых ресурсов. Горные кодексы есть во многих странах, которые имеют выраженную специфику по добыче и переработке горнорудного сырья. Такие кодексы имеет Канада, имеет Австралия, имеют ряд других стран, даже Монголия имеет, потому что это страны, где очень большую долю в авом продукте занимает горнометаллургический сектор. Наша страна сейчас вполне определенно претендует на страну с очень развитой горнометаллургической отраслью, где производятся металлы, которые очень хорошо знают на мировых рынках. Поэтому нам нужно соответствовать и двигаться дальше. Поэтому это важный этап продвижения работы по развитию горнометаллургической отрасли в Казахстане.